Два месяца с браслетом и без закран-паспорта придется провести Роману Насирову. Соломинский суд сегодня по ходатайству прокуроров САП продлил меру пресечения отстраненному главе ГФС. Все подробности этого судебного заседания узнаем у Анны Каменевой. Ночные посиделки в Соломинском суде длились недолго. Защита не предоставила справку о назначенной на утро операции Романа Насирова, поэтому слушание все же перенесли. Прокуроры уверяют, фискал действовал в интересах Анищенко, предоставив его компаниям рассрочку на выплату 2 миллиардов гривен долга. Прокуроры требуют продлить срок обязательств Насирова, то есть сдать паспорта в миграционную службу и носить электронный браслет. Защита утверждает, это ни к чему. Убегать он не собирается, а обязательства только приносят неудобства. Пока судья ушла в совещательную комнату, на Сирова обступили журналисты. Просят показать тот самый электронный браслет. А вот само дело Насиров по-прежнему называют безосновательным. Я хочу, чтобы они извинялись. Мы хотим, чтобы следствие закончилось скорее, пришли до, так сказать, честного законного решения. И тогда станет второе вопрос, когда и как возвращаться на работу. Спустя час пришла судья, однако зачитывала решение без адвокатов и подозреваемого. Они не успели вернуться после перерыва. Итак, до 26 июня Насиров будет невыездным и носить электронный браслет. Решение обжалованию не подлежит. До этого времени САП планирует завершить досудебное расследование. Анна Каменева, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует...